Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, ребята, только что уже официально подтверждено, наконец-то, уничтожение двух российских самолетов Ил-22 и А-50 Ну, Ил-22 мы прекрасно понимаем, что он поврежден А вот А-50 в настоящее время находится на концерте Кобзона, как раз на палубе крейсера Москва Который уже теперь авианосец Полностью авианосец Но речь будет не об этом Речь будет еще идти о последствиях этого всего дела Я уже рассказывал вам, что без А-50, Су-34, Су-35 Вот эта вся лабуда, которая запускает по нам ракеты, российско-фашистские Это все слепое становится, да? И бог с ним, бог с ним, допустим Тут есть, кроме материального, еще и моральная сторона этой ситуации Я вам сейчас объясню, почему Смотрите Говорящие усы Путина Песков уже заявил, что на России И никто ничего не знает о том, чтобы украинцы сбивали российские самолеты То есть, они начали в качестве основной версии уничтожения собственных двух самолетов Запускать версию о том, что это сделало собственное ПВО То есть, обвинить офицеров своего ПВО Но они сошли, что это меньшее из бед А у них сейчас есть, в принципе, ситуация луз-луз То есть, и так проигрыш, и так проигрыш Или же, скажем так, как есть Цуксванг в шахматах Когда каждый следующий твой ход только ухудшает твою ситуацию То есть, в принципе, расистам надо выбирать было из двух вариантов Первый вариант Это когда Ты признаешь, что Украина сбила два самолета Неизвестным тебе оружием Более того, вот вы же поймите правильно Мало того, что неизвестным оружием Это оружие еще обошло все системы защиты Потому что вот такой самолет, когда он летает Стоимость полбиллиарда долларов Он прикрывается со всех сторон сушками То есть, если летит ракета Значит, в бок сушку поставляют Чтобы сбила там Су-30 или Су-34 Или Су-27, не важно что Они будут поставлять другой самолет Чтобы только этот не сбить То есть, в принципе, когда-то делали просчеты И вот для того, чтобы завалить один такой самолет Нужен целый авиационный полк И то не факт, что ты завалишь в результате его В истории человечества Нет, был один случай Когда завалили вот такого плана самолет Это было уже очень давно Когда сирийцы завалили Израильский АВАКС Было уже, наверное, лет 40-50 назад На предельной дальности Швакнула его тогда ракета С-200 Вот это, пожалуй, единственный случай Единственный случай Когда завалили такой самолет Дальней радиолокационной разведки Больше в истории человечества Такие самолеты никогда Никому Сбивать не удавалось Ну, я так думаю, что и тогда Не сирийцы отработали, а, скорее всего, Советы Ракета С-200 Тогда как раз была новенькая Вот Так Получается Давайте вернемся к анализу ситуации У расистов остается две Две опции Первая Это, значит Это признать очевидное Что Украина сбила два самолета Тогда встает другой вопрос У Украины есть оружие Дальнобойное О существовании которого Россия не имеет вообще никакого понятия И, само собой, противодействовать этому оружию Она тоже не в состоянии Потому что она не знает Что это за оружие То есть Это нужно признаться Тогда, что Вы дураки Вы не знаете Какие ракеты Либо что-то другое Есть у Украины И вот это что-то другое Оно может уничтожать Самолет На расстоянии сотен километров Гораздо дальше Чем, например, радиус действия Патриот Упс Такое признать Они, видите Не хотят Значит, они пошли по другому пути Они решили обвинить Сделать дураками Собственных офицеров ПВО Сказать, что они конченые идиоты И перепутали Два громадных собственных самолета Ну, скажем так С ракетой Ну, да Они же их сбивали Типа, как Они заявили, что это была угроза Для Крымского моста, да Тогда получается Что все ваше ПВО Состоит из неучей Из придурков Ну, это вы, по вашим словам Рашистов Они об этом пишут сейчас Да, вот ПВО Вот все сбили мы Еще и ставят Понимаете, они об этом еще пишут Как будто Вот мы такие Красавцы Взяли Как шарахнули Что аж от своих самолетов Цурки полетели А хохлы тут ни при чем То есть они это себе ставят Еще и в заслугу, да То есть получается, что Ваше ПВО Вот выбрали такую версию Да, ваше ПВО Состоит из неучей Придурков И неумех Которые не могут отличить Ракету От гигантского самолета Который в 50 раз больше Вот Особенно мне нравится Вот эта вот история С Ил-76 Фактически Ил-76 А сверху, значит Как у Авакса Этот блин огромный, да Оно ж на экране Там как-то по-другому выглядит Да, немножечко Ну не так Ну не так, как ракета И скорость не та И динамика не та И вот они такие ослы Причем они же знали Что два самолета Находятся в воздухе Они не смогли Отличить одно от другого И значит сбили Ну то есть Они решили Унизить собственное ПВО Сказать, что их собственное ПВО Это просто кусок лайна Ну тут может быть и правда Потому что они Не могут даже точку У сбить Вот Но это же просто Это понимаете Одно дело, когда мы это говорим А другое дело Это когда они сами Своё ПВО Обозвали куском лайна Которая не может Разобраться Где ракета А где здоровенный самолет Летящий абсолютно По другой траектории Абсолютно с другой скоростью И вообще Выглядящий по-другому Ну блин Это знаете Это вот Это как вам сказать Это когда ты приходишь К врачу У тебя пятка болит Он тебе аппендицит вырезает Это то же самое Вот Что вы о таком враче скажете Вот То есть Они выбрали Вот Считают, что Менее вредно То есть Из двух плохих версий Они считали Что они выбрали хорошую Мы их Говорят Сами И позбивали Сами и позбивали Обозвав своих Ракетчиков Полными кретинами Ну Что вам можно сказать После этого Конечно Я так подозреваю Что продажи Российского оружия Особенно систем ПВО Конечно же Пойдут в гору Вы же понимаете Да Вот На самом деле У них сейчас паника Потому что Если По Ил-22 Еще есть какие-то вопросы Может быть Кто-то как-то его Где-то Они сами швакнули То А-50 Точно швакнули мы И вот тут у них Встает вопрос Чем мы его швакнули И как мы его швакнули И вот это самое интересное Этого они не знают То есть У нас есть оружие О существовании которого Они раньше не догадывались Дальность действия Которого превышает Всю дальность действия То что они знали То что они представляли себе И как противодействовать Этому оружию Они не знают Вся будет Украина Субтитры создавал DimaTorzok